С Дэном в поиске двух штольн, но, к сожалению, пройти пока не получается. Нужно еще разрешение. Я одну, походу, завалила. Селем снесла. Сейчас запустил дрон, искал, металл. А вон вертолет, кстати. И как раз вертолет летит. Вот этот вертолет начал пролетать рядом. У меня как раз дрон летает. Услышал то, что звук вертолета. Давай быстро его опускать и в сторону убирать поближе к скалам. Но лопасти вертолета и его поток ветра мой трон опустили нормально так. Он прямо над ним почти пролетел. Я слегка в стороне был. Хорошо, что дрон выжил и с вертолетом все в порядке. И неожиданно это было. Реально перепугался. Сразу же, моментально, как только услышал вертолет, в сторону дрона убрал. В общем, ребят, камеры пока не доставал свои. Все на телефон снимаю. Попробуем еще найти по форуму, что писали. Кому интересно, ссылочку внизу выложим. Может быть, вы найдете и что-то узнаете. А насчет прошлой пещеры, в которую ходили и видео выставляли, это штольня. И она также была теми же ребятами сделана. Для измерения сейсмоактивности, так как здесь проходит разлом. Я вообще не представляю, почему здесь именно строят эти дома. Все, когда запросто, если тряханет, то все это сойдет, сель и всех завалит. На форуме еще написано, что где старый замок, там была штольня. Но женщина нам сказала, что в 2014 году сошел сель, и этот старый замок нафиг снесло. Соответственно, штольню тоже снесло. Посетили Алматинские государства. Природный заповедник. Узнали всю информацию, узнали про разрешение. Но насчет пещеры этих нет, только про монахового ущелья и все. К сожалению, штольня, походу, завалила селем. Попробуем позже найти, как разрешение получим. И, может быть, удастся запилить какой-нибудь годный контент. А так, как минимум, до монахового ущелья, может быть, прогуляемся. Точнее, до монаховой пещеры. Там мы с дуэном еще не были. Ну все, получилось такое коротенькое видео из сторис, которое я, наверное, соединю и выложу на ютуб.